Я хотел бы сегодня на этом небольшом совещании рассмотреть вопрос о строительстве высокотехнологичного агропромышленного производства, основанного на высоких технологиях, биотехнологиях. Это первое наше предприятие в этой области, и оно будет сосредоточено на высокоэффективном кормлении животных, в результате чего мы получим колоссальный эффект в животноводстве и в смежных других отраслях. Это предприятие, которое мы строим под Минском, сродни атомной станции, которую мы в ближайшее время первый блок запускаем. Это сродни созданию высокоточного оружия в Беларуси, это космические проекты, которые мы осуществили и продолжаем работать. Это связано с высочайшими технологиями, это будущее, ну добавьте к этому еще IT-парк и цифровизация нашей страны, не только экономики. Это будущее нашего государства, как и любого другого. Я это специально напоминаю, потому что тут отдельные, специально забыли, что мы осуществляем колоссальные, миллиардные проекты по высоким технологиям. Проекты, которые позволяют уже заглянуть в будущее. Ну, может быть, хотелось бы кому-то, чтобы это было более масштабнее, обширнее, но надо понимать, что это огромные деньги. Огромные деньги. И вот данное предприятие, оно не ново в мире. Естественно, не каждая страна себе может позволить такое и в содружестве с Китайской Народной Республикой. По договоренности с Сидиньпином мы осуществляем этот проект. И, как я понимаю, в течение этого и следующего года мы уже способны освоить и запустить это производство. Тема сегодняшнего разговора – ход строительства этого предприятия. На каком уровне мы находимся? Может быть, есть какие-то проблемы? Ни в коем случае нельзя выйти за рамки планируемых сроков. Надо предприятие построить вовремя, потому что оно должно работать, приносить прибыль. И деньги, которые мы заимствовали в данном случае Китайской Народной Республике, естественно, надо будет постепенно возвращать до 1932 года. Срок большой, но я думаю, если бизнес-план, который когда-то мы разрабатывали, осуществим, то без проблем эти деньги будут возвращены вовремя Китайской Народной Республике. Крайней мере, никто никогда к нам претензий по этому вопросу не имел. Продолжение следует...